МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Не ферма профилакторий в Сарапульском районе. Главе Удмуртии показали хозяйство, где у коров будет няня-робот. Заплати налоги и пополни бюджет. Ижевские власти взыскивают долги по-новому. Должников вызывают на ковер. IT-марафон «Перезагрузка». Удмуртий запускает обновленный проект всеобщего подключения к порталу госуслуг. Хранители Удмуртии отмечают юбилей. Ученые, открывшие тайны удмуртского народа, готовы раскрыть новую порцию секретов. В Сарапульском районе Удмуртии презентовали новую ферму, обустроенную по последнему слову технике. Ухаживать за телятами здесь будет не человек, а робот. Понравилась леди и главе республики, расскажет Роман Вагинов. Молочный комплекс на 90-60 коров деревни Юрино-Сарапульского района заработал еще в 2008 году. Но тогда проектировщики не учли строительство родильного отделения, и телята ютились в основном корпусе. Сегодня проблема решена. Для них выстроили самую современную ферму. На сегодняшний момент 120 скотомест высвобождаются, тем самым мы будем увеличивать поголовье. И родильное отделение на сегодняшний момент, оно должно быть родильным отделением. В том плане, что по физиологии корова должна спокойно в своем помещении готовиться к котелу. Для телят здесь предусмотрели не только ясли, но и профилакторию. Причем ухаживать за ними будет робот. Он же проследит, кому какую молочную смесь выдать и в каком объеме. За рубежом такая корма няни используется давно. Республике она поможет в реализации проекта «Миллион тонн молока», уверены специалисты. Вот этой технологией мы на 4 месяца получаем раньше корову. То есть 4 месяца корова дует нам дополнительное молоко. К концу года в Удмуртии заработают 44 новые фермы. Селяне вложили в строительство сотни миллионов рублей. И в свою очередь аграрии надеются на увеличение субсидий. То, что сегодня делается, я действительно трону. Вот таких бы ферм побольше и в таких условиях, чтобы работали доярки наши. Мы двигаемся вперед. Но вот сейчас мы вопрос поднимаем и будем говорить. И на сессии будем дополнительно селу, с учетом того, что «Миллион тонн молока» 200 миллионов рублей, мы будем дополнительно выделять нашему агропромышленному комплексу. Это делать необходимо. Необходимо строить и ремонтировать не только фермы, но и школы, детские сады, уверен глава. В селе Кикбаево школа уже не вмещает всех учеников. Нет кабинетов информатики, технологий, библиотеки, рассказывают учителя. «Получается, два хозяйства больших. Дети приходят в школу, работа есть. Поэтому в две смены учимся. Уже 11 только кабинетов у нас в этой школе по проекту». Но проект строительства школьного пристроя в программу развития Удмуртии не попал. Александр Соловьев, выслушав селян, предложил построить новую школу в селе Сигаево, где учится почти 700 детей. А здесь пристрой. Без поддержки не останется и Юринская средняя школа. Здесь тоже расширят здания и разместят в ней школьную столовую. Роман Вагинов, Руслан Муре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Поддержать решили тех, кто собрал большой урожай. В Завьялово открывается масштабная агро-ярмарка. Старт завтра. К участию приглашаются все, кто выращивает сельскохозяйственную продукцию. Огородники, фермеры и крупные хозяйства. Уже заявилось почти 200 участников. Организаторы обещают широкий ассортимент. Овощи, мясо, молочные продукты, сладости. Работать ярмарка будет ежедневно. Площадь, отведенная под ярмарку, составляет порядка двух гектар. На сегодняшний день площадка отсыпана щебнем. Сделаны асфальтированные съезды. И также началось строительство торгового павильона площадью более 500 квадратных метров. Организаторы также сообщили, все торговые места на ярмарке будут бесплатными. Заработали в республике ярмарки для садоводов и огородников. Осень – время высаживать саженцы деревьев и кустарников. Проверки этого сезонного товара начали инспекторы Россельхознадзора. Сегодня они вышли в первый рейд и закончился он, ожидаемо, штрафами в отношении продавцов. За что наказали и чем рискуют покупатели, Оксана Худякова выяснила. Пятница утро. Пока покупателей у рядов сельхозярмарки немного, но ближе к вечеру и выходные здесь будут не протолкнуться. Саженцы сегодня самый ходовой товар. Именно поэтому в рейд вышли специалисты Россельхознадзора. Здравствуйте. У вас какие-нибудь документы на данные саженцы реализуемые есть или нет? Один из документов, что просят инспекторы от продавцов, это подтверждение сортовых качеств саженцев. Но ответ знают заранее. Таких бумаг не будет. Оформить их непросто. Сделать это могут только питомники с солидной селекционной историей и приличными доходами, сетуют продавцы. На каждый сорт яблони, допустим, нужно свое сортовое свидетельство. Если у меня в размножении 40 сортов, а на один сорт стоит 2500 сортовое свидетельство, только по яблони я должен заплатить 100 тысяч за сезон. Все это инспекторы понимают. Оформить документы сложно. Это подтверждает и статистика весенних рейдов. К административной ответственности они тогда привлекли больше двух десятков продавцов. Но были и те, у кого с документами оказалось все в порядке. Правда, таких пока единицы. Работа должна такая вестись. Потому что на сегодняшний день документы есть. То есть есть питомники, которые дают эти документы. И дело продавца, когда он берет, скажем так, маточное растение у него, для того, чтобы развести его у себя в частном питомнике, все-таки отследить это. То есть документы, в принципе, сделать можно. Было бы желание. Но на этот раз у продавцов не оказалось даже документов, которые подтверждают пассивные качества. Оформить их гораздо проще, говорят инспекторы. Достаточно перед продажей вызвать специалиста, который проверит, здоровы ли саженцы и нет ли на них опасных паразитов. В противном случае покупатель рискует. Скажем, корневая система неправильно развитая. Или верхняя часть саженца тоже неправильно развитая. И в итоге оно может не прижиться. И есть еще такой фактор. Букет может быть карантинных болезней. Человек посадит, купит, посадит в своем саду. И целый сад может потеряться. По итогам этого рейда всех продавцов оштрафовались суммы небольшие 300 рублей. Такие проверки специалисты будут проводить до конца сезона. Долг предприятий перед бюджетом столицы Удмуртии перевалил за 700 миллионов рублей. Об этом сегодня заявили власти Ижевска. Между тем, именно этих средств сегодня крайне не хватает на подготовку города к зиме, на зарплаты и другие социальные выплаты. Должников теперь вызывают на ковер. Роман Вагинов выяснил, такой способ взыскания долгов оказался эффективным. В таком формате, когда за столом переговоров встречаются представители городской власти и должники, администрация Ижевска начала работать совсем недавно. Это заседание комиссии по ликвидации задолженности, четвертое в этом году. Некоторые руководители компаний-должников избегают встреч, тем более телекамеры. Вот и в этот раз держать ответ перед комиссией вместо руководителя пришлось юристу. Я бы хотел пояснить, что у нас вопрос задолженности вообще возникли из-за того, что были споры по результатам государственной оценки земельных участков. Администрация готова к диалогу. Деньги сегодня нужны на исполнение социальных обязательств, подготовку города к зиме, на выплату зарплат, напомнил Ильдар Бекбулатов. Но если должники игнорируют приглашение властей сесть за стол переговоров, ответ будет жестким. А вот почему не платят? Есть ведь сумма, которая не оспаривается, как Ильдар Шапинский рассказал. Что ж вы эту-то не платили? И что мы с юристом тут спрашиваем? Говорили уже, потреб общества, обставив, которые вообще миллиардные действительно у них, обороты. И мы на комиссию приглашаем юриста. Те, кто не является, присылают вместо себя, так сказать, исполнителей, позиция наша будет такая. Прокуратура, Следственный комитет с просьбой провести все проверки, все возможные. Как правило, после заседания комиссии предприятия все же находят ресурсы и гасят свои долги перед бюджетом. Это налоги на землю, аренду и размещение рекламы. По итогам первых трех комиссий казна пополнилась на несколько десятков миллионов рублей. Мы получили в бюджет и республиканский, и местный, и в небюджетные фонды общая сумма, подтвержденная платежными поручениями, составляет 29 миллионов. Я думаю, что это очень хороший результат, тем более, что пополняемость бюджета из этой суммы составила 13 миллионов 700 тысяч рублей. То есть мы все видим, что работа пошла. Но расслабляться рано. За последние годы предприниматели накопили долгов перед бюджетом Ижевска на сотни миллионов рублей. Городской бюджет и Тюрин Юрий Александрович, я не перестаю об этом говорить, он прежде всего социально направлен. То есть это зарплаты учителям, работников детских садов, это содержание детских садов, подготовка города к зиме. Поэтому у нас нет тех ресурсов дополнительных, которые мы могли бы использовать для того, чтобы город содержать в нормальном состоянии. Заседания комиссии по ликвидации долгов дают видимый результат, и эта работа в Ижевске будет продолжена. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Накануне в республике стартовал конкурс «Айти-марафон-2». Это продолжение акции, которые с успехом подхватили в прошлом году все учебные заведения республики. Тогда школы-победители получили очень полезные подарки. В этом году к конкурсу присоединились детские сады и колледжи. А номинации стали другими. Есть ли смысл участвовать в этом марафоне, выяснила Елена Керн. Это все робототехническое богатство – подарки для будущих победителей «Айти-марафона». Официальный старт объявлен и уже зарегистрирован первый новый в рамках конкурса пользователь единого портала госуслуг. Открыла счет Сигаевская средняя школа, один из победителей прошлого года. Тогда ее ученики и педагоги зарегистрировали 635 кодов и почти 500 в личном зачете. В этом году марафон стартует не только в школах. К участию пригласили детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Задачи остались прежними – донести до жителей региона информацию. Государственные услуги можно получать в электронном виде через единый портал госуслуг. Мы учли опыт прошлого года и действительно в этом году мы разделили на 10 градаций школы по количеству учащихся. И в каждой градации есть свой призовой фонд. Поэтому сейчас большие школы будут бороться с большими школами, малые школы будут бороться с малыми школами. Призовой фонд у каждой будет одинаковый. Поэтому будем надеяться, что у нас будет в 10 раз больше победителей в этом году, потому что у нас 10 градаций по школам. Кроме того, марафон, по задумке организаторов, должен укрепить позиции республики как центра IT-образования. Сегодня практически в каждой школе, в каждой гимназии, лицее у нас есть IT-классы, профильные IT-классы. Мы сейчас говорим о создании IT-лицея, куда можно было дальше детям пойти. И вот я уже сказал, что идея создания IT-парка, она не просто идея, мы уже ее потихоньку начинаем приземлять. И в республике должен быть IT-парк, где будут сосредоточены все компании, которые занимаются IT-технологиями. В прошлом году за время проведения IT-марафона количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг увеличилось вдвое. Подключено 40% населения республики. В этом году задача увеличить это количество еще на 150 тысяч. Насколько получится, судить можно будет уже в середине декабря, когда подведут итоги IT-марафона. Елена Керн, Юрий Егоров, телеканал «Моя Убмуртия». Главным событием в жизни Сарапула стало сегодня открытие новой подстанции. Она обеспечит электроэнергией всю центральную часть города. Неудивительно, что на торжественную церемонию пришли сотни людей. В их числе была и наша съемочная группа. Эта старенькая подстанция, построенная еще в 60-е, обеспечивала электроэнергией весь центр Сарапула почти полвека. Но свой срок службы выработала и с растущими нагрузками уже не справлялась. Потому-то администрация города совместно с компанией «Электрические сети Удмуртии» разработала проект по замене устаревшей подстанции на эту новую. Событие, несомненно, значимое. Учитывая, что здесь в центре находится очень много офисов, предприятий, государственных структур. Здесь у нас котельная находится, которая обеспечивает всю центральную часть отопления. Неоценимая работа была сделана и серьезно обеспечили безопасность населения здесь, в центре города. Главный плюс новой подстанции и ее мощности позволят повысить надежность электроснабжения тысяч сарапульчан. И в первую очередь за счет современного оборудования. Модернизация во всех областях промышленности и экономики, политика региональных властей. «Той задачей, которую мы ставим перед организацией, является применение нового оборудования. Вот данный объект является как раз ярким примером, когда мы не только меняем оборудование на более современное, но еще и внедряем новую систему связи». Иллюстрация, к словам министра, на открывшейся подстанции установлена новая система сигнализации. Видеть и управлять работой всех ресурсов диспетчер сможет теперь, находясь в десятках километрах от объекта. Эта технология – пилотный инвестпроект по внедрению новой электронной системы диспетчеризации электросетей. Скоро такие появятся во всей Удмуртии. «Стоимость данного проекта составляет 11,5 миллионов рублей. В сети, в строительство и модернизацию сетей города Сарапула в 2016 году мы вложим 55 миллионов рублей. В целом по Удмуртской республике мы вложим в зоне нашей присутствии 192 миллиона рублей. Это значительный вклад, во-первых, в обеспечение бесперебойного и надежного энергоснабжения наших конечных потребителей». В региональном Минэнерго сегодня сообщили, в этом году в Удмуртии реализуются сразу 9 крупных инвестиционных программ сетевых электрокомпаний на общую сумму 900 миллионов рублей. Дмитрий Вороновнин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Гербер получил национальную премию по туризму. Удмуртский праздник в номинации «Лучшие этнособытия и промыслы» занял третье место на окружном этапе конкурса. Он прошел в Ульяновске. Заявлено было почти 200 проектов из 16 субъектов Приволжского и Уральского округов. Как рассказал режиссер-постановщик праздника, Удмуртский Гербер удивил жюри премии «Синтезом православия и язычества». Священную кашу на празднике в честь окончания посевной варят настоящие жрецы, они же молятся за будущий урожай. Даже будучи, наверное, лет 10 назад, языческие все эти освящения, каши и все эти ритуалы мы показывали в театрализованном представлении. Уже около 7 лет мы работаем над сохранением языческих этих верований и традиций. Победители окружного этапа получили право участвовать в финале национальной премии, которая пройдет в октябре в Ярославле. В Откинскому району 90 лет. Торжественное собрание прошло в райцентре, в ДК-юбилейной. Собрались передвики производства, почетные граждане и активисты общественных организаций района. Поздравляя жителей, глава республики отметил, что Воткинский район один из ведущих в регионе. Об этом свидетельствует и недавняя награда – диплом за первое место в республиканском конкурсе муниципальных образований. К своему юбилею район подошел с хорошими показателями в сельском хозяйстве, выросло производство молока, строятся новые фермы. Селяне активно включились в реализацию республиканской программы по развитию молочного животноводства. Лучшие представители района сегодня получили госнаграды федерального и республиканского значения. Элита удмуртской науки, сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы сегодня тоже принимают поздравления. Институту 85 с хранителями удмуртской культуры и традиций познакомилась Светлана Буланова. Эта костяная подвеска с изображением трехголового коня обнаружена на городище Еднакар в 1984 году, рассказывает профессор Удмуртского института истории, языка и литературы. Найти второй такой артефакт до сих пор не удалось. Оригинал хранится в Глазове. Она, конечно, была уникальной. И сейчас остаётся уникальной, потому что аналогии прямых на других памятниках ей неизвестно. Финноугорскую мифологию, язык и культуру изучает в этом институте уже 85 лет. Сегодня это академический центр, получивший признание в России и за рубежом. Эти люди – хранители удмуртской истории, традиций, народа. Писатель Василий Ванишев в институте работает уже 40 лет. Говорит, место открытия есть до сих пор. Мы ведь всё время считали, что удмуртская литература начинается с Чагры-Чагры-Дадыке Григория Егоровича Верещагина, 1889 год. А оказывается, это 18 век, первые стихи-то появились. Сейчас мы готовим второй том. Это первый том истории литературы. Второй том 19 век будет. В науке белые пятна никогда никуда не исчезают. То есть ты, кажется, уже изучил всё, всё уже знаешь, но в сегодняшний день всегда, конечно, добавляет вопросы для исследователей. А это уникальная энциклопедия по истории Удмуртии. Титанический труд сотрудников института. Каждый год в свет выходит по 20 книг. Буквально недавно издана энциклопедия истории театров Удмуртии. В России подобных исследований ещё не проводилось. Мы изучили историю создания театрального искусства. У нас здесь не только профессиональные коллективы. Мы нашли, где, когда они создавались, кто их создавал, кто первые актёры, значит, какой репертуар. Сегодня институт научная элита Удмуртии. Здесь трудится 30 кандидатов и 10 докторов наук. Я хочу сказать, что на протяжении этих 85 лет в институте всегда собирались и работали замечательные, уникальные люди, учёные, которые своими трудами, руками, ногами исходили всю нашу землю. Написали книги, благодаря которым сегодня мы имеем историю Удмуртии, благодаря которым есть удмуртский язык, на котором говорит народ. Сегодня сотрудники института принимали поздравления. Институту 85 лет. Со вклад в развитие республики учёных поблагодарил глава Удмуртии. Светлана Буланова, Максим Кузнецов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Скрасить выходные дни, как обычно, помогут фильмы, подготовленные первым республиканским кабельным каналом Удмуртия. В субботу смотрите картина Джеймса Уоткинска «Женщина в чёрном, 19 век, тайные и сверхъестественные силы». С ними сталкивается молодой лондонский юрист Артур Кипс. В воскресенье остросюжетный американский боевик «Медальон» о том, как неизвестные похитили дочь бывшего вора в законе, решившего завязать с тёмным прошлым. Смотрите круглосуточный канал Удмуртия, спрашивайте о нему кабельных операторов республики. В воскресенье наши съёмочные группы будут следить за тем, как проходят выборы. Напомню, 18 сентября – единый день голосования. Проходят выборы в Госдуму России, а в районах Удмуртии ещё и в представительные органы местного самоуправления. Мы постараемся попасть на самые необычные избирательные участки, например, в роддом и следственный изолятор. Посмотрим, как голосуют удмуртские знаменитости, как организован процесс для голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Наши теле- и радиокорреспонденты будут работать в ЦИК и сообщать свежие данные по явке. Смотрите наши спецвыпуски в воскресенье в 14.00 и в 18.40, а первые итоги в понедельник в 7 утра на нашем телеканале. На этом всё. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok